Хэй, ребят, короче, сначала у меня был вот такой донный интернет. Но когда я поставил правильные настройки в Windows, интернет у меня стал таким. Нихуя себе! Ладно, на самом деле это пи***ши, интернет так ускорить настроечками невозможно. Однако чутка поднять скорость и заметно улучшить качество соединения вполне можно. Но сначала вопрос на миллион, а тебя устраивает твой интернет? Нет. Пиши в комментах, как часто ты вспоминаешь добрым словом провайдера интернета. Я уверен, что сейчас найдутся одаренные, которые побегут в комменты писать, что интернет реально можно ускорить только покупкой нового тарифа. И это реально так. Но даже если у тебя будет самый дорогой в мире интернет тариф, и при этом будет, например, дохлый резолвинг DNS, то ты на ровном месте будешь терять по несколько секунд времени при посещении новых сайтов. К тому же многие сидят в интернете через Wi-Fi точки доступа или при помощи мобильного интернета через флешку. И как вы сами писали в нашем прошлом выпуске, советы реально помогают и работают. А сегодня у меня для вас новая, более годная подборка советов по ускорению интернета, которые я сам проверил и которые реально работают. Так что не будем долго тянуть резину. Погнали. Но сначала обрати свое внимание на безлимитный хостинг SmartApe. Безлимитный, значит здесь у тебя будет любое количество сайтов, любое количество баз данных, любые мощности процессора и многое другое. И все это на сверхбыстрых SSD дисках NVMe. SmartApe один из лучших и самых доступных хостингов на сегодняшний день. К тому же у них есть 14-дневный бесплатный тестовый период. В общем, годнота. Ссылку я оставлю в описании. А начнем мы с самого простого, что можно вообще сделать. Это определение и использование наиболее эффективных для тебя DNS серверов. И так как в прошлый раз многие жаловались, что я не объясняю, что и зачем мы делаем, сейчас я исправлюсь. Умеете? Могете просто. Благодаря DNS серверам твой компьютер узнает реальные IP адреса сайта в интернете. Если совсем просто, то DNS сервера это самые обычные сопоставители доменных имен к их IP адресам. Так вот, прежде чем открыть нужный сайт, компьютер делает запрос к такому вот DNS серверу и только потом открывает сам сайт. И как ты, наверное, уже понимаешь, чем ближе будет находиться DNS сервер к тебе, тем быстрее он будет отвечать. А значит, быстрее будут открываться сайты, которые ты открываешь в браузере. Это очень похоже на пинг в онлайн играх. Собственно, по этому же принципу мы сейчас и будем определять самые быстрые DNS конкретно для тебя. И чтобы это сделать, тебе понадобятся две программы. А именно DNS Benchmark и DNS Jumper. Обе они выполняют одну и ту же цель, но я все же советую применять сразу обе, так как у них немного разный подход к тестированию скорости DNS серверов. Ссылки на скачивание обеих программ я, конечно же, оставлю в описании. Для начала запускаем DNS Benchmark и переходим во вкладку Name Servers. После этого надо подождать несколько секунд и нажать на кнопку Run Benchmark или же запустить тестирование на русском. Теперь тебе придется подождать что-то около 2-3 минут, пока программа замерит скорость соединения твоего компьютера с целой кучей публичных DNS серверов. Очень важно, чтобы в это время у тебя не было запущено никаких скачиваний или программ пожирающих интернет, вроде торрента или онлайн игр. Ну, я думаю, это и так понятно. Ну, а после того, как процесс завершится, нужно перейти во вкладку Conclusions и проскролить чуть ниже. Здесь тебе выдадут те самые 2 DNS сервера, которые программа посчитала для тебя самыми быстрыми. Их желательно куда-то записать, например, в блокнот. Теперь запускаем вторую программу, DNS Jumper. Слева кликаем на пункт Fastest DNS и в открывшемся окне нужно нажать на кнопку Start DNS Test. Все так же программа повисит несколько минут и нужно подождать, пока она закончит свой тест. После этого она ярко-зеленым цветом подсветит два самых быстрых, по ее мнению, DNS сервера для тебя. Я эти айпишки, как и те, что ранее выдала прошлая программа, как уже сказал, записал в блокнот. И теперь нужно протестировать их вручную и найти самому самый быстрый. Для этого уже нажимаем сочетание клавиш Win плюс R и вписываем в появившемся окошке команду CMD. И в командной строке, которая откроется, нужно вбить команду Ping и указать первый DNS сервер из тех, которые мы записали. Как видите, время отклика до этого DNS сервера составляет примерно 83 миллисекунды. Эту же операцию нужно повторить со всеми оставшимися DNS серверами, которые мы записали. И для наглядности можно даже записать их среднее время отклика в этот же блокнотик. Я уже все сделал. И как видите, лично для меня DNS сервера Яндекса оказались на удивление самыми быстрыми. Первый примерно на 10-15 миллисекунд быстрее гугловского DNS, а второй быстрее аж на целых 40 миллисекунд быстрее клаудфлеровского DNS. И это может показаться мелочью, но на деле при посещении новых сайтов эти цифры умножаются. Некоторые сайты сегодня подключают в своем коде целую кучу внешних ресурсов, количество которых иногда может достигать 30 или даже 50. Таким образом, использование медленного DNS от моего провайдера лично для меня обернется в примерно 5 или 10 секунд потраченного времени впустую, просто на резолвинг DNS. А вот DNS сервера Яндекса для меня сработают уже всего за каких-то 2-3 секунды для такого большого и жирного нового сайта. Я думаю, такая разница в скорости будет заметна. Ну и теперь нам осталось только применить наши полученные DNS сервера. Для этого давайте откроем меню пуск и вобьем туда в поиск панель управления. В открывшемся окне нужно перейти в раздел сеть и интернет, а затем в раздел «Центр управления сетями и общим доступом». Теперь в меню слева нужно выбрать пункт «Изменения параметров адаптера». Здесь вам нужно кликнуть правой кнопкой мыши по своему сетевому адаптеру. У меня это Intel Ethernet Connection. Если же у вас не LAN-подключение, а, например, подключение через Wi-Fi, то выбирайте, соответственно, свой беспроводной адаптер. Теперь в открывшемся окне переходим в «Свойства» и в появившемся окошке находим пункт «IP версии 4». И все так же открываем его «Свойства». Вот теперь здесь, в этом окне, нужно ниже вписать наши DNS сервера. Я впишу DNS сервера Яндекса. И после этого нажмем на кнопку «Ок» и можно закрыть окошко «Свойств сетевого адаптера». На этом применение новых DNS серверов завершено. Теперь скорость открытия новых сайтов у вас будет повышена. Они будут открываться заметно быстрее. Я думаю, вы это скоро почувствуете. Ну а мы переходим ко второму не менее важному совету. Это проверка на то, какие программы в фоне пожирают ваш интернет. И это тоже важно. И делать это мы будем при помощи программы NetLimiter. Она бесплатная и ссылку на ее скачивание я оставлю в описании. А все, что она делает, показывает, какие проги жрут интернет и позволяет ограничивать им доступ в сеть. Например, у меня, как вы видите, почему-то в фоне довольно активно интернет пожирает приложение Xbox. Хотя я им вообще не пользуюсь и даже забыл, когда я его устанавливал. Поэтому я заблокирую ему доступ в интернет полностью. Для этого жмем на этот процесс правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Добавить правило». В открывшемся окошке указываем зону интернет, тип правил ставим в значение «Блокировщик», а в качестве направления указываем «Оба». И, наконец, в самом конце на пункте «Действия блокировщика» выбираем «Отказать». Теперь жмем «Ок» и наблюдаем, что приложение Xbox теперь совсем осталось без интернета. Бедняжка. Точно так же вы можете находить какие-то другие программы в фоне и либо закрывать их, либо удалять полностью с компьютера, либо вот так правилами ограничивать им доступ в сеть. Как я уж сказал, нетлимитер – это удобная штука. Не забудьте, ссылку на скачивание я оставлю в описании. А мы тем временем подобрались уже к третьему совету. И звучит он как нельзя банально просто. Это удаление вирусов с компьютера. Если вы думаете, что у вас нет вирусов, то вы, скорее всего, ошибаетесь. После своего недавнего ролика о том, как найти и удалить все вирусы, я получил огромное количество комментариев и сообщений от людей с тем, что они нашли у себя на компьютере по 200, 300, 500 и даже 700 вирусных файлов, и даже об этом не подозревали. Поэтому очень важно, чтобы компьютер был чист и вирусы не пожирали ваш интернет. Ссылку на тот урок про полное очищение компьютера от вирусов я все также оставлю в описании. Обязательно проверьте свой компьютер. Это очень важно, потому что вирусы для интернета – это очень неприятная и опасная штука. Ну а мы пока что переходим к четвертому совету. И предназначен он для активных пользователей точек доступа Wi-Fi. Наверное, вы сталкивались с таким, что доступны сразу несколько точек доступа. И сложно определить какую-то одну более быструю. И с этим вам на самом деле поможет программа Wi-Fi Analyzer. Она как раз предназначена для таких случаев, когда у вас доступно 5, 10 или больше точек доступа, и нужно выбрать какую-то одну самую быструю. Ссылку на скачивание Wi-Fi Analyzer также найдете в описании. Просто запускайте ее, и она покажет вам детальную сводку по всем доступным точкам доступа. В том числе будет отображаться мощность сигнала, рекомендации к подключению, рейтинг сигнала, фильтры и все, что может вам пригодиться. Все это позволит определить самую мощную точку доступа, к которой определенно стоит подключиться. И, наконец, пятый рабочий совет – это настройка сетевых параметров Windows. Делать это мы будем при помощи знаменитой программы TCP Optimizer. Ссылку на нее также найдете в описании. Запускаем ее от имени администратора. В открывшемся окне в разделе Network Adapter Selection выбираем свой адаптер. Как вы помните, у меня это все тот же Intel Ethernet Connection. Дальше, чуть выше в программе, мы видим ползунок. Его нужно установить в значение максимальной текущей скорости интернета. Проверить ее вы можете на сайте speedtest.net. Я поставлю значение в 40 мегабит. Затем в нижней части этого окошка нужно поставить галочку на пункте Optimal и нажать на кнопку Apply Changes. В появившемся окошке затем нужно нажать на кнопку OK и чутка подождать, пока программа применит все настройки. Здесь же в папке, где расположена сама программа TCP Optimizer, также сохранятся и бэкапы ваших текущих настроек. В случае, если что-то пойдет не так, вы всегда сможете восстановить те настройки, которые у вас были до использования TCP Optimizer. И, наконец, в конце программа предлагает перезагрузить компьютер. Я пока что нажму нет и перезагружу компьютер чуть позже самостоятельно. А теперь у нас шестой совет. И он касается отключения параметра P2P Updates. Для этого в Windows 10 нужно открыть параметры, дальше перейти в раздел Обновление и безопасность, внизу кликнуть на пункт Дополнительные параметры, в открывшейся странице проскролить ниже и кликнуть по кнопке Оптимизация доставки. И теперь на открывшейся странице убедитесь, что у вас выключена галочка на пункте Разрешать загрузки с других компьютеров. В новых версиях Windows 10 эта опция, конечно, выключена по умолчанию, но в некоторых старых билдах или в пиратских виндах она обычно бывает включенной. Но ее лучше выключить. В некоторых случаях это обеспечит более стабильную скорость. Еще что можно сделать, так это убедиться, что у вас выключены параметры Large Send Offload в свойствах адаптера. Для этого в Windows 10 нужно кликнуть правой кнопкой мыши на меню Пуск и выбрать пункт Диспетчер устройств. В открывшемся окне перейти в раздел Сетевые адаптеры, он чуть ниже находится. И здесь вам все также нужно будет кликнуть правой кнопкой мыши по своему сетевому адаптеру. У меня, как вы знаете, это Intel Ethernet Connection. Повторюсь, если у вас не LAN подключение, а, например, через Wi-Fi, то выбирайте свой беспроводной адаптер. Кликаем на него правой кнопкой мыши и выбираем пункт Свойства. Дальше переходим во вкладку Дополнительно. И в этом списке ищем пункты Large Send Offload. Вам нужно убедиться, что оба этих пункта находятся в значении Disabled, а затем нажать на кнопку OK и можете закрывать диспетчер устройств. Эта настройка будет особенно полезной обладателям оптоволокна. И, наконец, предпоследний пункт, о котором у нас сегодня пойдет речь, это повышение качества соединения. А именно, предотвращение потери пакетов. И здесь я могу посоветовать только программу QuoSpeed. Лично мне она не требуется, так как пакеты у меня всегда доставляются на 100% и не теряются. Но у некоторых людей с этим возникают проблемы. Это особенно актуально, если у вас старая или даже поврежденная линия. QuoSpeed позволит исправить данную ситуацию. И, как обычно, ссылку на ее скачивание я оставлю в описании. Просто установите ее, и дальше вы точно сами разберетесь, что делать. Благо, у программы понятный русский интерфейс. И последний совет, который я могу на сегодня вам дать, предназначен для обладателей стареньких ADSL модемов с соответствующим интернетом. Кто бы что ни говорил, но такое интернет-соединение по сей день часто встречается на просторах СНГ. Так что я могу вам дать один очень полезный совет. Проверяйте в настройках своего модема параметр затухания сигнала и параметр уровень шума. Если уровень шума у вас ниже 6 dB, то значит у вас очень плохая линия. Это может быть обусловлено устаревшим проводом, либо некачественным портом, к которому присоединена ваша линия в коробке. Хороший показатель для шума это 10-20 dB. Все, что выше, это идеально. А вот параметр затухания линии наоборот. Чем меньше, тем лучше. Если у вас затухание находится в значении 40-50 dB и выше, то это очень плохо. Идеальным показателем считается 20 dB и ниже. Так что если у вас есть какая-то из этих проблем, то скорее обращайтесь в техподдержку своего провайдера. Настаивайте на привлечении монтера, а ему уже предъявляйте значение этих двух параметров. Сами они прекрасно знают про эти параметры. И если вы будете настойчивы, вас подключат к хорошему порту с отличными показателями затухания и шума. И тогда интернет у вас будет работать стабильно на 4-5 мегабайтах без потери пакетов и без разрывов соединений. Ну а если какой-то из советов вам помог, то обязательно поставьте свой царский лайк. Я старался. И не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик уведомлений. Точно так же не забудьте перезагрузить компьютер после всех этих действий. Надеюсь теперь ваш интернет будет работать лучше и перестанет вас раздражать. А на этом у меня все. Удачи и быстрого вам интернета.